МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проходит традиционная акция «Ночь музеев». Как в этом году вы готовитесь проводить эту акцию? Я хочу обратить внимание наших гостей, что праздник действительно 18 мая. Но поскольку суббота гораздо более удобный день, то «Ночь музея» соответственно проходит в субботу 19 мая. Как всегда, музей-заповедник приготовил своим гостям очень много подарков. Главное, наши посетители – дети. Поэтому наша ночь начнется несколько раньше обычного времени. Уже с пяти часов на территории музея-заповедника пойдут программы, мастер-классы для наших самых маленьких посетителей – Древнегреческая школа. Кроме этого, будет открытие стендовых выставок. Этот год особенный, поскольку в этом году празднуется 130 лет со дня начала работы Императорской археологической комиссии, в работе которой активное участие принимал первый директор музея Костюшка Валежевич. И наши архивисты подготовили специальную выставку к этому юбилею, и, конечно, с удовольствием будут ее представлять и рассказывать. Я очень горжусь тем, что к этому дню нам удалось сделать очень важную вещь. После очень долгого перерыва наконец-то, я бесконечно рада этому событию, возрожден вот этот замечательный херсонесский сборник. Тем более, что он посвящен человеку, который всю свою жизнь посвятил херсонессу – Олегу Савиле. И я этим очень горжусь. Кроме того, в античном театре наших посетителей ждет очень интересная программа реконструкторов. Там будут мастер-классы, там будут постановочные бои. Посетители смогут также принять участие в импровизированной студии старинного танца «Ангаже». Мы открываем замечательную выставку в 7 часов «Сельские этюды», которая расскажет о хоре херсонесса, о находках этой выставки. Ее представят сами создатели этой выставки. Я думаю, что наверняка запомнится нашим гостям общение с журналистом Ольгой Семеновой. Это дочь Юлиана Семенова, дом и музей которого находится на южном берегу Крыма. И, конечно же, это наши экспозиции. А в этот особенный день, вернее, в этот особенный вечер и ночь, наши экспозиции подготовили нечто особенное для посетителей херсонесса. Да, если вы говорите об этой акции, чем будете удивлять гостей? Я так понимаю, каждый год что-то новое появляется. В конце минувшего года, в декабре 2017 года, для нас это было и радостью, и большой неожиданностью. Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым и Севастополю передало музею-зуповеднику ряд предметов, которые были изъяты в результате оперативных мероприятий. И вот, наверное, самые выразительные предметы этого комплекса — это античное ожерелье с драгоценными камнями и удивительной красоты серьги. И в течение только этого вечера в нашей экспозиции будет представлено в специальной витрине вот это ожерелье и серьги. Мне кажется, это будет безумно интересно. А в византийской экспозиции мы покажем закладной камень, найденный в балке Бергмана, который просравляет символ христианства и православия — крест с соответствующей надписью. Это тоже такое своеобразное, ну что ли, выставка одного экспоната, который уже стал традицией в Христианстве Таврическом. А если говорить об уникальных экспонатах, какие вы можете выделить? Какие находятся ваши музеи? Вы знаете, у нас очень много музеев, больших двух тысяч, одних федеральных около семидесяти. и все музеи очень разные. Но у каждого музея обязательно есть нечто особенное, которое может стать определенным символом. Когда мы открывали античную экспозицию в прошлом году, то был большой вопрос, какой же экспонат вывесить на баннере на стенах античной экспозиции, как бы предваряя вход в отрожденный музей. И мы поместили там два экспоната. Конечно, присяга Херсонеса, но, что называется, это наше все. Но мне лично, и, думаю, нашим гостям тоже, очень дорогое изображение юноши. Это надгробный памятник, выполненный из камня, из вестняка, на котором изображен портрет юнош, очень молодого и прекрасного, рано, видимо, ушедшего из жизни. Портрет выполнен в технике инкаустики. Это натуральные минеральные краски, растертые на горячем воске. Технология очень непростая. Потом, впоследствии, из инкаустики появилась древнерусская живопись. И вот каждый раз, глядя на этот экспонат в античном музее, глядя в глаза этого юноши, вот такого же, как вы, наверное, по возрасту, я всегда думаю о том, что этот мальчик смотрит на нас уже на протяжении больше двух тысяч лет. И, наверное, это какой-то охранник Херсонеса Таврического. Вернемся к акции «Ночь музеев». А как ранее проходила эта акция? Эта история уже много лет. Началось все очень давно. В 1997 году в Берлине впервые такая инновация прошла. Надо сказать, что далеко не все инновации приживаются. А вот это стало любимой. Затем эту историю подхватил Париж. Парижане любят вести ночной образ жизни. И несколько позднее к этому движению присоединились российские музеи. И каждый раз составляется определенная программа. Вот в прошлом году мы делали очень интересный такой художественный вернисаж. В древнем античном монетном дворе непосредственно внутри, и это делалось только один раз на это мероприятие, были выставлены произведения художников Севастополя, Крыма, Москвы, которые участвовали в нашем пленэре. И вот представляете, теплый вечер крымский, южная ночь, мягкая подсветка, древние камни, которые столько видели, и на этих камнях современная живопись, которая показывает красоту Херсонесского мыса. Это было здорово. Конечно, звучала музыка, был концерт ансамбля Черноморского флота, и я думаю, такие вот ночи они оставляют, наверное, особенные впечатления в жизни человека. Можно сказать, подобные акции оправдывают себя люди с интересом. Конечно, оправдывают. Вы знаете, в нашей жизни, как в том старинном фильме говорилось, очень не хватает понимания, это счастье, когда себя понимают, любви и красоты. А вот музейное пространство пространство, это такое пространство, это такое пространство, которое заставляет нас остановиться на бегу, подумать о чём нам главном, увидеть красоту этой жизни, ещё раз вспомнить о том, что для нас были люди, и они что-то оставили на этой земле, оставили нам своё завещание, свой след. А музей — это хранители. И нам выпало огромное человеческое счастье заниматься работой, которая доставляет огромное удовольствие. И самое главное, что всё, что мы делаем, это делается для людей. Вы говорите, музеи — это хранители. Как вы думаете, теряют ли свою популярность музеи на сегодняшний день, особенно среди молодёжи? Знаете, это было, наверное, в далёком 98-м году я была на конференции в Италии, в маленьком средневековом городе, где темой был такой лозунг «Музей как элемент образовательной деятельности». И мы тогда представляли доклад, в частности я, о создании детского образовательного музейного центра на базе Владимира Судовского музея-заповедника, где я работала. И вдруг у меня появился оппонент из Швеции, который сказал, «Ну, о чём вы говорите? Я отец детей-подростков. Мои парни не вылезают из интернета, они сидят в гаджете. Зачем вам этот детский центр? Зачем музеи?» Они нажали кнопку, они открыли файл, они открыли программу, они всё увидели. Это мёртвая история. Вот 1 октября этого года нашему детскому центру, там, во Владимире, исполняется 25 лет. И дети, детей, которые выросли в этом центре, в буквальном смысле слова, они привезли в этот центр для занятий своих детей. Вот мне кажется, что это аргумент, который говорит нам, что музей вечен, музейное пространство человеку необходимо. Сегодня цифровые технологии приходят нам на помощь во многом, но они ни в коей мере не являются заменой. И когда вы войдёте в наш античный театр и увидите пирамиду цифровую, в которой вращаются удивительные произведения искусства античного периода, выполненные из золота, драгоценных камней, которые мы, к сожалению, не можем показать. Они находятся в Эрмитаже, они были перенят туда как раз вот этой вот археологической комиссией. Вот здесь цифровая технология оправдана. Но я убеждена, что наша выставка, где будет выставлено настоящее жерелье, настоящие серьги, она привлечёт огромное внимание. И я на протяжении своей очень долгой музейной жизни, даже страшно сказать, в этом году 40 лет, убедилась в том, что мы нужны. И это самое главное. А что можете сказать о планах на будущее? Какие планы у музея? Планы у нас огромные. Конечно, я с огромным трепетом сейчас жду завершения строительства фонда хранилища. Строить в Севастополе тяжело, вы знаете. Мы находимся, по сути, на археологическом пространстве, и по ходу даже согласованных проектов, работ, возникает очень много проблем. Я очень надеюсь на завершение этого строительства и убеждена, что фонда хранилища станет не только местом хранения нашей огромной коллекции, но и станет местом живого общения. Ведь мы находимся там в жилом районе Омега-2. Рядом жилые дома, школы, детские сады. Поэтому открытое хранение, выставочные залы, занятие профессионального музейного дела с детьми, я убеждена, что это станет нормой нашей жизни. Мне очень хочется закончить историю с Пифасарием. Наши гости, очевидно, обратили внимание, что на территории Херсонеса уже выстроено новое помещение, и нам осталось привести в порядок наши мозаики и выставить их на всеобщее обозрение. Это такие вот самые ближайшие планы. Спасибо, Светлана Евгеньевна, за беседу. Сегодня мы беседовали с директором музея-заповедника Херсонес Таврический Светланой Мельниковой. А мы с вами увидимся в программе «Время Х» на информационном канале Севастополя. До новых встреч! Севастополя. 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 Продолжение следует...